всем привет это программа в теме и с вами снова я анастасия жукова и говорить сегодня мы с вами конечно же будем о послании федеральному собранию президента россии владимира путина первой темой как и ожидалось стала борьба с терроризмом угроза нарастает мы знаем кому это было надо открыли пути экстремизму и умыли руки говорит путин пока наш руководитель рассказывал всей стране как жить дальше президент турции тем временем заявил что располагает доказательствами торговли нефтью россии с игил деятельность которого запрещена на территории россии но по словам владимира путина турции вовсе после инцидента с российским самолетом одними помидорами не отделается еще владимир путин отметил необходимость продления амнистии капиталов по его словам пока наши соотечественники не спешат ею воспользоваться напомню в прошлом году президент предложил перевернуть офшорную страницу в истории россии да вот только что то никто никак не спешит ее переворачивать видимо люди продолжают думать что держать деньги в офшорах надежнее чем границах собственной страны касаемо экономики тут и правда сложно поспорить что россия столкнулась с серьезными вызовами ситуация хоть и сложная но не критичная да и вообще по словам президента россия не имеет права быть уязвимой и тут необходимо менять структуру экономики чтобы каждый бюджетный цикл строился на приоритетных задачах а доходы государства не уходили мимо кассы из позитива владимир путин предложил продлить материнский капитал как минимум на два года плодитесь и размножайтесь так как демография это наше все ну и конструктивой еще нам всем предстоит закатать рукава и сделать все чтобы к 2020 году полностью обеспечить россию собственными продуктами а почему не косишь животноводство упадки не хватает кормов сокращается поголовье падают удой страна ванусе что касается тульской области то у нас подобную задачу национального масштаба смогут решить к 2018 году сконцентрировавшись на развитии животноводства а еще довольно интересные должна стать процедура изъятия неиспользуемых земель такие у нас имеются в достаточном количестве в общем придется перешагнуть через чьи-то интересы дабы не идти наперекор президентскому посланию